Ура! Мы начинаем всем привет! Нам бы пару стульев принести для наших не самых юных друзей. Саша, я хочу пару стульев поставить, потому что трудно будет. Привет! Сейчас мы поставим пару стульев, но вы вообще подходите ближе немного. Смело делаем шаг вперед. Принеси вам стульев, чтобы мы могли съесть. Не всем будет. Так, ну мало ли кому-то понравится. Друзья, добрый, добрый день. Мы открываем 22-й уже. Скоро собьюсь со счета. Штаб предубранной компании Алексея Навального. И, конечно, огромное дежавю. Все-таки Костромской штаб не такой, как другие, потому что ни в одном другом мы не видим столько знакомых лиц. Вот как-то дороги вели-вели и снова привели в Кострому, снова на улицу Советскую. Окей, там оформлено все немножко по-другому, помещение другое, что-то неуловимо знакомое. Мы ближе к центру стали. И памятное. Но мы постепенно надвигаемся так, да. Очень радостно видеть всех тех, с кем мы были знакомы в 2015 году. Очень радостно, тем более, видеть огромное количество новых лиц. Мы собрались, тем не менее, не просто обняться со старыми друзьями, хотя это тоже очень важно, а поговорить о работе и о тех задачах, которые перед штабом стоят в этот раз. В том числе, наверное, здесь важно будет отойти от обычного нашего сценария, от того, о чем мы обычно рассказываем. И сказать, что во многом то, как мы ведем эту кампанию, продиктовано в том числе и опытом, который мы получили здесь, в вашем замечательном городе, в 2015 году. Например, когда мы поняли, что начинать за три недели до выборов, это немножко поздновато, и теперь начинаем за год с лишним, да. Мы ведем кампанию для того, чтобы на данном этапе добиться регистрации Алексея в качестве кандидата в президенты РФ, и потом, чтобы кандидат зарегистрированный пошел и выиграл выбор. На словах звучит просто, на практике есть несколько небольших нюансов, вот о них мы сейчас и хотим, собственно говоря, поговорить. Наша главная задача, открывая штаб в этом замечательном здании на Советской 29, штаб, который станет центром политической жизни Костромы на ближайший год, заключается в том, чтобы рассказать вам о том, какие задачи стоят перед штабом, перед вами и как вы будете взаимодействовать. Александр, подходи. Александр Суботин, координатор Костромского штаба Алексея Навального. Кто-то уже успел с Александром познакомиться как заявителем-организатором митинга 26 марта и других мероприятий в Костроме. Но, собственно, кому-то еще предстоит познакомиться, и это главная задача. То есть главное, чем будет заниматься Александр в ближайший месяц, это с каждым из вас лично знакомиться. Для чего это нужно? Потому что здесь собрались люди очень разные, очень разных возрастов, очень разного рода занятий, очень разного настроения, темперамента, чего угодно. И все вы записались как волонтеры, зарегистрировались на сайте президентской компании. Но понятно, что каждый из вас в это слово вкладывает разный смысл. Мы это, опять же, видели и в прошлом в компании. Кто-то один раз придет, раздаст 50 листовок и на этом его участие в компании закончится. Кто-то будет ходить в штаб каждый день, урывая время от любых других занятий, проводить здесь по несколько часов каждую неделю и активно участвовать во всех процессах. Это нормально, это хорошо. Там штаб будет благодарен и радостен, и рад видеть и тем, и другим, и третьим, независимо от того, какой вклад каждый внесет в компанию. А задача штаба во главе с координатором заключается в том, чтобы все эти маленькие индивидуальные вклады скоординировать так, чтобы они принесли максимальную пользу компании в целом. Поэтому главная задача Александра в ближайшем месяце, рассказывает Александр, заключается в том, чтобы с каждым лично, уже после этого организационного собрания, лично встретиться, поговорить и спросить. Так, ты студент, а ты предприниматель. А у меня есть машина, я готов, не знаю, забронтировать газельку. А я старший по дому и готов там в своем доме раздавать какие-то листовки. А я очень сейчас занят, но летом возьму две недели и готов заниматься уличной агитацией. Ну, в Костроме все помнят, как это весело и замечательно. Тут никого убеждать не надо в том, что это там непросто и страшно и хорошо работает. А я поеду там на все лето к бабушке в Поназарево. И возьму туда тысячу листовок и все Поназарево будет наше. То есть вот, а с каждым Александр поговорит, про каждого поймет, всех запишет там большую табличку. И вот из этого сложится наша агитационная машина, наше агитационное оружие, которое, как вы скоро убедитесь, окажется сильнее телевизора, радио, газеты и всего чего угодно. Уже сейчас, вы знаете, на сайте президентской компании Алексея Навального зарегистрировано 385 тысяч будущих подписантов и 90 тысяч людей, которые записались в качестве волонтеров. Вот многие из них, или некоторые из них, здесь, в этом зале присутствуют. Что такое 90 тысяч волонтеров? Вот опять же, кто в компании 2015 года участвовал в том или ином качестве? Ура! Кто, в том числе, там, не знаю, листовки раздавал? Спасибо! Спасибо! Более чудак! Более чудак! Ну, приятно видеть столько новых людей, но... Вот те, кто это делал, скажут, что, там, не знаю, раздать 100 листовок за день, это вообще абсолютно ерундувое занятие. Можно и 500 раздать, но 100 — это час работы на Сусанинской площади, значит... Значит, 90 тысяч волонтеров могут раздать 9 миллионов листовок в масштабах страны за день. Но тираж, аудитория самой рейтинговой программы Первого канала, программа, пусть говорят, среднего выпуска, не прошу руки, а среднего, 4,5 миллиона человек, в два раза меньше. То есть мы можем за один день раздачи листовок перекрыть одного Малахова, а за другой день одного Киселева, а за третье одного Соловьева, и это довольно легко. То же самое касается и агитации в социальных сетях, то же самое касается любой другой работы, которую мы можем сделать. Надо только поверить в себя, и вы увидите, что, на самом деле, наша потенциальная агитационная мощность, она больше, чем та, которая есть у власти, у Кремля, у телевизора. Вы увидите достаточно скоро, как это работает, или если вы смотрели, ну вот две недели назад мы опубликовали, там был опрос Левады, и цифры, как изменился рейтинг и узнаваемость Алексея уже вот в первые месяцы компании, вы уже видели, как это работает. Да, мы только начали, мы открыли первые 15 штабов, объездили первые 15 регионов, и уже имеем там рост узнаваемости в два раза, рост рейтинг и в полтора раза. Поскольку мы теперь запрягаем заранее, у нас есть целый год на эту работу, у нас нет никаких сомнений в том, что все получится в этот раз. Ну вот, Александр познакомится со всеми волонтерами, поймет, какой вклад каждый из них готов внести в компанию, пусть самый маленький, не важно, кто-то побольше, совсем хорошо. Поймет, сколько ему надо для этого листовок, какие надо провести тренинги, кого надо там обучить агитационной работе на улице, ответы на часто задаемые вопросы, агитации в интернете, кто там, будучи там более, не знаю, интровертен, не готов идти на улицу листовки раздавать, но хочет чем-то помогать в штабе в свободное время, вот все это он поймет, и у нас сложатся вот контуры этой вот депутационной машины. Она потихонечку поедет, через месяц, спешки нет, время в этот раз есть. Поедет делать что? Поедет добывать подпись. Вы знаете, нам надо собрать 300 тысяч подписей, не менее чем из 40 регионов, не более чем 7500 на один регион, потому что и сбор этих подписей, он придется на период времени примерно с 5 по 20 января. Ну, законодатель специально так придумал, чтобы вот сделать это, ну, собственно, волонтаристским, чтобы их было невозможно собрать, и поэтому, чтобы там Кремль мог сам решать, там, каких-то хороших кандидатов по этому фильтру подписей не допускать, отсекать, каких-нибудь там жуликов допускать, даже если они там пачку резаной бумаги принесут. Вот это мы там сплошь и рядом наблюдали на выборах предыдущих лет. Мы ставим перед собой задачу 300 тысяч абсолютно честных подписей собрать. Эта задача более чем решаема, потому что сейчас уже у нас на сайте зарегистрировано 385 тысяч человек, и судя по динамике, к концу года будет миллион без особых проблем, но это все равно не такая простая задача, даже чисто технологическая. То есть вот у нас будет там несколько дней в январе, когда надо будет вот всех этих людей как-то обработать. Поэтому, то, чем занимается штаб после того, как познакомится со всеми волонтерами, он занимается следующим. Всех, кто уже дал согласие поставить подпись, таких сейчас в Костроме около тысячи человек, оставим около 2,5, 2,5, 2,5, да, 2,5. Значит, таких в Костроме около тысячи человек тоже будет по одному сюда приглашать, тоже с каждым разговаривают, и тоже, ну, хоть эти люди и не записывались, волонтерами, но все равно кто-то из них возьмет листовки, кто-то из них возьмет наклейки, там, для своего подъезда хотя бы, тоже поучаствуют в агитации, все равно почему нет. И тоже с каждым разговаривать, взять согласие на обработку персональных данных, взять копию паспорта, проверить по всем базам, чтобы не было никаких казусов, проверить там, не знаю, что регистрация действует, что паспорт не значится там в утерянных и так далее, и так далее. Ну, всю техническую работу. И главное, посмотреть на этих людей, ну, вживую, глаза в глаза, убедиться в том, что действительно настоящие люди, там, не какие-то, не знаю, не боты зарегистрировали, что их желание поставить подпись не иссякло, а может быть наоборот, кто-то из них скажет, я зарегистрировался один, но на самом деле приведу еще с собой там маму, бабушку, дедушку и так далее, когда будет, собственно, сбор подписей. То есть, после того, как эту работу с теми, кто зарегистрировался на сайте Александр Проделает, у нас будет хорошее понимание, вот из этих тысячи человек, которые сейчас есть виртуальные, сколько у нас в Костроме таких уже реальных подписей, сколько из этих людей наверняка уже придет в январе, когда будет настоящий сбор подписей. Ну и плюс у нас будут уже все данные, то есть все уже подписные листы будут распечатаны и готовы, останется только внести собственноручно, значит, дату и подпись, да, то, что законодатель требует вносить собственноручно. То есть мы максимально всю подготовительную работу проделаем для того, чтобы в январе в кратчайшие сроки этот сбор осуществить. Так вот, пока Александр и его команда будут заниматься здесь, в этом помещении, этим ваша задача будет добиться того, чтобы на сайте зарегистрировались еще полторы тысячи человек, вдобавок той тысячи, которая есть, чтобы получились те две с половиной, которые у нас являются планом для Костромского штаба. Ну а если план получится перевыполнить, никто расстраиваться не будет. Наоборот, в общем-то, только ракет. Вот, вот, как это выглядит. Я, собственно, ну, во-первых, хотел это рассказать, чтобы вы понимали, какая роль штаба, какая роль ваша. А штаб координирует, вы делаете, да, в штабе у нас там будет работать 2-3 человека, и они сами весь большой город не обегают, не сагитируют и так далее. Штаб может скоординировать вас, чтобы у вас это получилось сделать максимально эффективно. И вот в чем заключается задача. То есть они такие, как предусмотрено законодательством, такие, как предусмотрено логикой выборной кампании. От нас требуют подписи, мы собираем подписи, для участия в выборах и для победы на выборах надо агитировать, мы агитируем. Тут нет никаких там потайных ходов, планов B, секретных, секретных планов и так далее. Все максимально прямолинейно. Мы идем, агитируем, и если у нас это получается хорошо, мы выиграем. Получится у нас это хорошо или нет, зависит от штаба, зависит от каждого из вас. Но вообще-то сейчас все выглядит так, что нет никаких предпосылок для того, чтобы не получилось. Потому что мы говорим об очень простых вещах. На стенах этого штаба 6 базовых лозунгов нашей кампании, и каждый из этих лозунгов мы знаем, мы видели, в социологии разделяют больше 80%, в ряде случаев больше 90% россиян. Все хотят нормальные дороги и больницы, все хотят справедливого распределения доходов и так далее. Даже если не получается какого-то человека переубедить в каком-то лозунге, говорит, нет, вот из этих 6 один мне не нравится, и поэтому кандидат мне не нравится. У нас есть еще один абсолютно убийственный аргумент. Окей, но мы сейчас собираем подписи за то, чтобы он участвовал в выборах. Ты можешь за него не голосовать, но что ты имеешь против того, чтобы он участвовал? Ведь какие-то люди за него проголосуют, но если их мало, ну мало, ничего страшного, а если много, то много, и тут ломается даже самый верный сторонник Путина и бежит радостно регистрироваться на сайте и ставить подпись. Радостно! Это очень простой, это очень простое, это, кстати, агитационное упражнение, это очень простая агитационная работа, потому что люди в целом, и тоже это мерили социологией, мы, и в ЦИО, и Левадо, и кто угодно, люди согласны с тем, что оппозиция должна участвовать в выборах, люди согласны с Александром сделать все так, чтобы вам было максимально комфорта, вне зависимости от возраста, настроения, рода занятий, опыта политических компаний или отсутствия такового, чтобы вы могли в этой компании себя найти, чтобы вы могли что-то такое сделать, чтобы вы почувствовали, что это ваша компания, что вы приносите пользу, что вы там кого-то сагитировали, и таким образом внесли свой маленький вклад в то, чтобы страна изменилась в лучшую сторону. То есть вот это самое важное, такая, организационное, и вас, собственно, компании, потому что одними штабами никакой компании не провести, наши компании, это люди, наши уникальные конкурентные преимущества, это люди, потому что ни у одной и другой политической силы нет 90 тысяч волонтеров по всей стране, ни у одной и другой политической силы нет 300 волонтеров в Костроме, ни у одной политической силы нет ничего, кроме парочки клонов, которые ездят за нами из города в город и изображают местную недовольную общественность одни и те же люди. То есть, мы здесь ведущая политическая сила, у нас есть все для того, чтобы провести успешную экипционную кампанию, успешно собрать подписи и победить. Надо только в это немножко поверить, в себя немножко поверить, штаб сделает все необходимое для того, чтобы это случилось. Вот что я хотел сказать по организационной части и не смею больше задерживать, передаю радостное слово кандидату президента России Алексею Навальному. Спасибо большое, Леонид. Спасибо большое, Александр. Давно заметил, что у нас роль, а координатор штаба, она интересная, его заводят на подиум, дальше он 15 минут стоит молчит, но тебе удалось вставить слова 2,5 тысячи. В ближайшее время тебе много придется разговаривать, это я обещаю. Друзья мои, ужасно рад приехать в Кострому снова. Костромская область, наверное, единственный регион, где я выступил практически в каждом более-менее крупном населенном пункте. Никакая справка по Костроме мне не нужна, все очень хорошо знаю. С вами, с многими из вас я лично знаком, очень рад видеть знакомые лица. Когда я выступал, неважно в Костроме или в маленьком городе, всегда, откуда-то из кустов, прибегал человечек с криком «Сейчас я задам вопрос Навальному». выступал от лица Путина, и вновь я вижу его, где Зорин, вот он. Давайте от лица сторонников Путина разрешу вам задать вопрос. Взять на ощупь. Сколько раз я тебе не говорил, одна минута. Мое время засеклят его. Погромче можно. Да. Очень рад видеть, видеть, в качестве виджея. В волонтерах. На Болотной площади, которые многие из них все остались на свободе. Второе время волонтеров, это 2015 год. В целом, на хорошем. В итоге будет. Всегда. 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 На вас. В том, что никогда он не дает никаких гарантий. Ни гарантий безопасности, ни гарантий экономики. Например, с тех событий с Болотной, в Костромских выборах, и сейчас, я изучал его декларации, чем больше людей страдало, тем больше он зарабатывал. Он миллионер. 7 миллионов в год примерно зарабатывает. И сейчас, который составляет миллионер, то произойдет как по Болотной. Вам придется замечать, вам придется замечать, не начать, Алексей, мы обещали три поколения волонтеров, каковы ли вы, нужно будет гарантией безопасности этим людям, что бесплатно всех будете защищать от нападок полиции в случае незаконных действий с вашей стороны, митингов и так далее. Как вы 10 тысяч евро обещали и никому не отдали. Скажите, бесплатно, все, окончили. Больше не будете кричать, спасибо большое. Александр, мощнейший политик, он когда мы здесь в Костроме, ну враг не буду, тоже не очень-то успешно участвовали в выборах, но у него была уникальная ситуация. Как партия ваша называется? Партия свободных граждан. Партия свободных граждан получила голосов на выборах меньше, чем якобы они собрали подписи. Это уникальная вещь, ну то есть они несли какую-то нарезанную бумагу, а голосов получили еще меньше. Партия свободных граждан. Партия свободных граждан. Партия свободных граждан. Давал в 13-м году, когда были Болотная площадь и все остальное. Давал в 13-м году, когда баллотировался в мэры. Давал в 14-м году, когда ездил по городам Костромской области. Это 15-м. 15-м. Здесь тоже нужно сглевать. Никто не заспелил. А гарантия это одна, что я обещаю, что буду честно работать и не подведу этих людей. Гарантия одна, что я не буду врать и что я не буду воровать. Гарантия одна, что я не струшу и не начну имена коррупционеров куда-то там заретушировать, обходить какие-то острые углы, не говорить о Путине или не говорить о Рамзане Кадырова. Гарантия одна, что я буду делать свою политическую работу честно. И, как ты правильно заметил, это уже третья... Возьмите стол. Стул, присаживайтесь. Ужасно. Давайте откроем окку. Гарантия одна, что я буду честно работать. И, судя по тому, что ты заметил, что третья волна волонтеров, эти волонтеры видят, что свои гарантии я выполняю. И да, безусловно, как я обещал, что я напишу жалобу в ЕСПЧ каждому человеку, я ее напишу, и мы сделаем бесплатно. 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 Я сделаю... Сейчас мы тебя выгнем из этого зала, если ты будешь лезть и мешать мне. Значит, я обещаю, что я буду работать, и этих людей не подведу. Потому что они пришли сюда. Поднимите руки те, кто... Поднимите руки те, кто пришел сюда бесплатно. Дорогой Александр! Вот, понимаете, миллионер привел бесплатно людей. Ничего, кроме лучшей, у них нет. Поэтому... Друзья мои, Александр проходит выкру, поскольку он обманывает и перебивает меня постоянно. Спасибо большое. Значит, еще раз, это пример того, что, Александр, вы никогда, ни вы, ни Единая Россия, ни кто, не сможете собрать хотя бы 10 человек бесплатно. Никогда. А мы собираем, верно? Давайте проводим Александра. Аплодисменты. Спасибо большое. Обещаешь, мол, 6 стоят. Сколько миллионов, сколько миллионов, сколько миллионов. Обещаешь, мол, 6 стоят. Сколько миллионов, эти похоронители. Да мы еще добавим, Машей. Всего доброго. Мы еще добавим ему. Попробуйте, понимаете, важная вещь. Сколько миллионов? Он бы в Лондоне дали. Сколько есть миллионов. Все мои, все наши, понимаете. И я действительно, по последней декларации, у меня несколько миллионов доходов. Почему? Потому что Европейский суд не выплачивает за то, что такие, как Александр, нубрекуют уголовные дела. Сашенька, дорогой мой, ну ты уважаешь, житель Костромой. Покидай, пожалуйста, в наш зал. Замочь вывезти. Обещаешь, не надо. Не надо. В любом случае, это же такой мелкий жулик, который ждет, пока его толкнут, чтобы приобретать заявление в полицию. Дерехтур. Молчать? Будь спокойно. Будешь говорить, отправим тебя в директор. Зачем мы введем нашу избирательную кампанию? Потому что, я уж извиняюсь, буду к тебе молчаливому апеллировать, раз ты стоишь в первом ряду, потому что такие, как Александр, такие, как Володин, такие, как Путин, все остальные, они пытаются нам доказать, что в стране все нормально. А если не все нормально, то, по крайней мере, оно выправляется куда-то в нужное русло. Но вот вы мне скажите, мы так считаем? Нет. Мы считаем, что в стране все хорошо? Да и нет. Мы считаем, что в стране высокая зарплата? Нет. Мы считаем, что это нормально, что это когда приходят волонтеры бесплатно, они лгут, что все выходят за деньги. Нет. Ненормально. Мы считаем, что это нормально, что власть на свои митинги всех собирает только за деньги и лжет, что это бесплатно. Нет. Мы считаем, что эта власть, которая сидит уже 17 лет, способна что-то исправить в стране. Нет. Я въезжаю в Костромскую область и вижу мои уже породнившиеся со мной ужасные, чудовищные дороги. И у меня вопрос один. При Ельцине, раннем, при позднем Горбачеве, ценой на них в 17 долларов за баррель с разваленной страной, почему дорог с твердым покрытием в СССР строили больше, в сотни раз больше, чем в славные жирные путинские времена? У меня вопрос один. Ну почему в 21 веке, когда проблема, ну, например, дорожного строительства решена в каждой хоть сколько-нибудь развитой стране, включая значительную часть африканских стран, почему мы еще, почему вот в России мы не можем решить, за исключением только города Москвы, вопрос дорожного строительства? Ну мы что с вами? Проклятая нация. Мы здесь какая-то черная дыра, в которой ничего не получается. У нас какие-то дорожные строители заколдованные, что ли. Ну, ответ нет. И ответ вам и вашему Путину нет. Мы так не считаем. И мы представляем огромное количество людей, которые так не считают, которые уверены в том, что Россия может жить нормальной, богатой жизнью. И может Россия, претендующая на лидерство в мире, починить Ядрёна Матрёна дорогу. И мы починим ее, потому что красть не нужно на дорогу. Вот и все. Гораздо более бедные страны платят гораздо более высокую зарплату. Этот пример я миллион раз приводил, и здесь приведу. Аргентина. Ладно, Аргентина. Эстонию давайте возьмем. В Эстонии есть газ? Нет. В Эстонии есть нефть? Металлы, может быть, есть какие-то. Может быть, алюминий, может быть, огромные гидроэлектростанции, может быть, еще что-то. Нет. Зарплата в Эстонии средняя. Больше 1000 евро. Это больше 60 тысяч рублей. В Костроме какая средняя зарплата? 5. 30. 30. Кто согласен с цифрой 30? Нет. На пронижение. 13. 13. Это 15. 18. 20. И не было еще ни одного региона, где мне назвали бы официальную цифру Росстата. Официальная цифра Росстата прямо сейчас можете со смартфонов зайти. Говорит, что средняя зарплата в городе Гастроме 24 тысячи рублей. Это так или нет? Нет. У вас есть знакомые, которые получают меньше? Есть, конечно. Это мой любимый, опять же, трюк, если хотите. Низкий, подлый трюк Навального. Поднимите руки те, у кого есть знакомые, которые получают меньше 24. Вся семья. Смотри, смотри, пожалуйста, сюда. И своему Путину передай. Поднимите руки те, у кого есть знакомые, которые получают меньше 22. Поднимите руки те, кто знает, те, кто получает меньше 27. Меньше 18. Меньше 15. Да меньше 10. Хорошо, давайте меньше 13. Блин, это с одной стороны мы смеемся, но невозможно же жить на эти деньги. Жить люди не могут из-за вашей власти. 17 лет они сидят, продали нефти и газа на 3 триллиона долларов. Где это все? Где, куда вы дели это все? По нами. Зато мы берем, открываем последнюю декларацию об имуществе чиновников. Дома сям, Германия. А домов в Тустроме-то никто не покупает. И если бы Александр Зорин подполз по Государственной Думе со своим мегафоном, забрался бы куда-то и крикнул, ребята, а на какие деньги ваши дома куплены? Его бы ФСО сразу свинтило и отправило бы в Нерехтун. Ты понимаешь, Александр, но только мы тебя пускаем сюда. Я хочу сказать о том, что нет ни одной причины, ни одной эмоциональной причины и ни одного нормального... Живем в нищете и безнадеге. Нет ни одной... Что мы должны друг друга... Что это нормальная, достойная жизнь на 13 тысяч рублей. Не можно... Знаете, деньги? Я зарабатываю 8 миллионов. Я скажу... Я зарабатываю 8 миллионов. Я зарабатываю, и на самом деле, это большая проблема. С них, в том числе, берут по несколько копеек в ваш мерзкий лживой... Фабрикуют против меня уголовные дела. Правительство мне платит компенсацию, которую берет с граждан России, а не с вас. Вот с совместного бархатного пиджачка нужно брать... 5 миллионов ваших. Чтобы я тебя выгну. Это выгодно. Значит, а еще... Хватит нам рассказывать здесь, что все нормально идет. Хватит нас убеждать, что можно жить за эти деньги. Хватит нас ждать в том, что... Но давайте по-другому еще немного. Давайте вот еще... Все мы ждали... Я здесь вижу много людей, которые в жизни свою выросли при Путине. Они терпели, их родители терпят. Сейчас предлагается нашим детям потерпеть, а потом внукам потерпеть. Это же не преувеличение, но 17 лет у власти, и человек говорит, что я еще... Я хочу вообще 24 года у власти быть. У нас нет ни одного примера в истории вообще России и мира, когда человек бы оставался у власти больше 10 лет, и был бы нормальным, нормальным руководителем. Не работает это. Один человек сказал, что после 10 лет у власти у любого съедет крыша. Кто это сказал? Путин. Путин. Правильно? Это Путин сказал. Прохибил. В 19-м году власть. В 19-м году он забыл о том, что... Сам утверждал, что в 50-м году съехала крыша. Она съехала. Эта крыша съехала. Она сказала, что народ в нищете, мы занимаемся Пальмирой, мы занимаемся Алеппо, мы занимаемся черти чем. Я еду сюда, ну, читаю там, что... Что... А, ну, этот корабль, адмирал Пизнецов, который плавал в Сирию, вы знаете. Поход его обошелся в 22 миллиарда рублей с учетом того, что они утопили два самолета. Вот он сплавал. И было заявлено, что он сплавал. И тогда будет большая нагрузка на его... И вот сегодня официально сказано, что ремонт от Пизнецова обойдется в 42 миллиарда в Транской области. Да для чего? Да для... Последняя, просто для того, чтобы... ...сплавать туда-обратно. Зачем это нужно? Кому это нужно? Так вот мы идем нашу избирательную кампанию для того, чтобы показать самим себе, продемонстрировать власть и вообще убедить народ в том, что... На самом деле никто не знает, что происходит. Не существует людей, которые поддерживают эту власть прямо по... ...многие, которые считают, что ничего изменить нельзя. Если посмотреть на официальное голосование за Единую Россию, один из минимальных уровней, просто люди не верят. Это неверие очень часто выражается в том, что они на выборы не ходят, но они не поддерживают их уже давно. Они не верят, что перспективы есть. Все понимают, что безнадега. В чем перспектива жизни молодого человека, большинство молодые в Костроме? В чем? В Москву уехать? Правильно? В Санкт-Петербург. В Санкт-Петербург уехать. Менеджер-консультант Едосити. Ну, на самом деле, да, это такой, как анекдот, а что мы скажем выпускникам лучших университетов? Два латая, пожалуйста. Вот так и работает российское образование. Вот скажите мне, вы же здесь живете, где нужно работать в Костроме, чтобы получать зарплату 50 тысяч? За юбилей. За дядю. За строй. УВД. Красная на Волге, посел. Красная на Волге, где куб ювелирка? Да, где ювелирка. Где еще? В Думе. В Думе. В Думе. Вот провокатором. Где можно, он больше, он больше получает. Да нет, в ИТ-сфере можно заработать. В ИТ-сфере можно. А где можно работать в Костроме, чтобы получать 80 тысяч рублей? Чтобы получать, как в Эстонии, 65. Ну, есть в Газпроме, можно работать еще где-то. В армии сужить можно. Но это же не является нормальным стандартным развитием событий. Мы хотим построить страну, при которой, ну, обычный человек, который не бизнесмен, ну, он обычный, средний, тем не менее, он может жить достойно. Он может закончить вуз, он может получить квартиру в ипотеку под нормальный процент, под 1%, как в Прибалтике, а не под 15%, как предлагают нам эти ребята. Он может нормально создать семью, и он не будет экономить на еде. Он не будет покупать себе обувь в кредит. И все, что мы предлагаем, ну, это же не... Ну, я же не говорю здесь вот так, давайте каждому сделаем, дадим миллион долларов. Как это делается где-нибудь в Саудовской Аравии, или где-нибудь в Катаре, где людям платят их часть нефтяных доходов. Я этого не говорю. Я не говорю, как Жириновский дадим каждому женщине по мужику и так далее. Я говорю про простые вещи, элементарные, простые вещи, которые обеспечили себе большинство развитых стран. Мы верим с вами, что и Россия может обеспечиться. Поэтому мы и ведем нашу кампанию. И мы докажем всем, что есть нормальный путь развития, что мы не обречены. Ну, вы знаете, в 15-м году мы участвовали в кампании. Мы поддерживали партию Чужую, партию Парнас, хотя были два, я считаю, хороших человек в списке. Яшин и Андрейченко. Но, тем не менее, ничего не получилось тогда. По двум причинам. И мне на митингах об этом говорили. Говорили номер один. Ну, ты, конечно, там загибаешь о том, что голосуйте все за парнас в Костроме и жизнь преобразится. Но ведь без Москвы и без федеральной власти она не преобразится. И это была чистая правда. И люди отлично поняли, что на местном уровне, голосуй, не голосуй, ничего ты не добьешься в отдельном взятом регионе. И нужно бороться за федеральную власть. Для победы над коррупцией нужно бороться за президентский пост. Для повышения зарплаты нужно бороться за президентский пост. Для возврата выборов мэров и губернаторов нужно бороться за президентский пост. За любые нормальные вещи нужно бороться в России за президентский пост. Это номер один, почему у нас тогда не вышло, а в этот раз у нас получится. А номер два, это то самое, что говорили мне люди, выступаешь в Буе или в Шарье, и все тебе подходят и говорят одну фразу. Леша, классно все сказал, классно прижучил этих наших начальников, но давай вот как бы сейчас, там, не для протокола и без микрофона. Ты же понимаешь, что ничего не выйдет. Вот главная фраза, с которой мы будем бороться на этих выборах. В меньшей степени с Путиным, в большей степени с неверием людей. Вот нас убедили, они и мы сами себя убедили, что ничего нельзя сделать, невозможно ничего достичь. Вот эту мысль о том, что все можно изменить, потому что изменили везде. И везде уровень жертвы идет. В Аргентине минимальная зарплата 500 долларов, хотя страна беднее, чем здесь. Минимальная зарплата установлена в любой развитой стране. Коррус, коррупция борется по всему миру эффективно. В каких-то странах, которые казались проклятыми с точки зрения коррупции, типа Грузии. Даже там есть подвижки. Поэтому вот мы должны идти сами из этого помещения, выйти. Ну, возможности, зарядившись уверенностью в том, что мы сможем всего добиться. И людям объяснить, что ребята, всего мы можем достичь. Это власть и ее идеология. Это не бетонная стена. Это скорее пустота. В этой пустоте никого нет. В ней там где-то бродит Единая Россия. Рассказывает, что все безнадежно и нужно быть навсегда с Путием. Но там никогда нет и не было людей, которые ведут действительно большую, нормальную волонтерскую кампанию. Отбирайся на людей. Если мы такую кампанию вместе с вами сделаем, я уверен, что мы вместе с вами добьемся успеха, потому что эта власть исторически обречена. А будущее принадлежит вам. Будущее принадлежит нам. Спасибо большое. Готов отвечать на вопрос. Ну, не понимаю. У меня не вопрос, у меня фраза вот про деньги. То есть кто сюда пришел за деньги? На самом деле я пришел сюда не за деньги. Я сам в избирательный фонд, как правильно называется, заплатил деньги. Кто платил деньги? Либо в УБК, либо в избирательный фонд. Поэтому я пришел сюда посмотреть, как работает... Как говорит Чуркин, не отворачивай глаза, смотри сюда. 26 миллионов рублей. Поэтому я пришел сюда посмотреть, как вы собираетесь работать. То есть я сам плачу деньги и хочу посмотреть, как вы собираетесь работать. Соответственно, мне не надо платить деньги, чтобы я сюда приходил. Что надо? Мы действительно финансируем компанию пожертвования. Мы понимаем, что мы сможем профинансировать компанию пожертвования, потому что мы, ну как вы видите, мы ведем довольно экономную компанию, стараемся вести. В штабе у нас сколько платных ставок? Лен, скажи, две. Две платные ставки. Все остальные люди работают бесплатно. И мы знаем по опыту, что бесплатно работающие люди, но имеющие идейный мотив, это самая большая, самая мощная сила, которая только может быть. И нам не нужны ни олигархи, ни богатые люди. Мы примерно прикинули, что мы можем все оплатить вот теми пожертвованиями, которые оплачиваем. Мы же нифига чем билборны по всей городе Костроме. Самое большое направление расходов избирательной кампании чаще всего – это телевизионная реклама. Но нам ее не продадут, даже если мы захотим. Даже если бы у нас завтра был бы миллиард, вот здесь лежал наличными, нам ни за какие деньги нас не пустят на Первый канал, верно? Поэтому уже мы сильно сэкономили. Те деньги, которые мы от вас получаем, мы будем направлять на организацию таких штабов, которые будут организовывать уже работу волонтеров. На самом деле, сколько сейчас волонтеров записано? 90 тысяч. 90 тысяч. Будет 200 минимум. Это колоссальных размеров сила. Главная проблема в том, что никто такой силой пока не мог управлять. И очень сложно администрировать. Нужно же научиться все это делать. В России никто не вел избирательной кампании, опираясь на волонтеров. Огромное количество людей. С каждым нужно как-то договориться. У каждого узнать, что ему интересно, что неинтересно. Кому-то прислать автонаклейку, кому-то наклейку на телефон. Всех анкетировать, распределить по регионам. Это колоссальных размеров задача. Мы ее попробуем решить. Но если мы сможем нормально организовать работу 200 тысяч волонтеров по стране, конечно, мы выиграем любые выборы. Потому что это просто сила. Никакой Первый канал даже рядом не валялся. Следующий вопрос можно, что не мы получаем деньги за то, чтобы прийти сюда. Мы готовы заплатить деньги в надежде на то, что наши права потом будут защищаться. Гарантирую вам. Гарантирую вам одно. После этой встречи вы какая-нибудь областная газета, Костромская, прилежащая к губернатору, где напишут, что вы все пришли за деньги. Вот и все. Вот это я могу гарантировать. Это может быть с этого и нужно начать агитацию. Прийти всем и сказать, ребят, посмотрите, они же угодные. Вот я, вы меня знаете. Я хотел бы тебе обеспокоить вопрос. Я просто как бы... Какой-то другой вопрос. Вот сейчас вот смотрел рядом стоят. Почему без кольца? Вроде как пропагандируете семейные ценности. Хвалите Юлию, детей. Вот и жена мне все время знает этот вопрос. На самом деле, у меня нет кольца. У нас когда-то квартиру обокрали и украли мое кольцо. Поэтому его нет. Я ничего не говорю, мне не очень нравится носить. Но мне довольно часто говорят... Ну, мы, наверное, купить, да? Не то, что я женат, прямо скажем, известно довольно, что... Нет, вы это понятны. Про ваше обращение про 12 июня мы слышали. Да. А хотелось бы услышать ваше отношение. Как тебе надоело открытую акцию на 29 апреля? 29 апреля. Я поддерживаю абсолютно все протестные акции. Я считаю, что выходить мирно и без оружия – это святое право людей. Мало того, это сейчас, наверное, самое эффективное, что можно сделать. Может быть, читали у меня в блоге про ситуацию с Новосибирском. Там тариф подняли на 15%. И люди поперли на улицу. А вся местная власть, естественно, пыталась... И такие засланные казачки говорили... Ну, о чем хотите-то бесполезно, этим не добьешься. Давайте конструктивный диалог, давайте круглый стол. Но вот люди выходили несколько раз, нарастили сильно количество людей на миссинге и реально отменили решение. Хотя мало кто верил. Сейчас я дойду. Вы не дистанцируете отношение, что вы дистанцируете? Я не дистанцируюсь. Просто я фокусируюсь на тех акциях, которые мы организуем. Смотрите. Акция здесь 29 числа. Есть акция 1 мая. Есть акция 6 мая. И вы не поверите, какое количество людей просит меня порекламировать разные акции. Плюс есть... В Кострове, я не знаю, есть мальцевская прогулка? Есть она, да? Если я буду рекламировать и активно включаться во все акции, которые я поддерживаю, которые хорошие, то я буду просто целыми днями призывать на акции. Я считаю, что более правильно для нас, как организационной структуры, участвовать вот в тех акциях, которые мы организуем. Кто, кстати, ходил 26 числа? Кто пойдет в 12-го? Какие? Еще большие. Какие молодцы. Спасибо большое. А 26 числа у вас здесь все нормально прошло? А все нормально. Мы его задержали. Задержали, арестовали, или задержали, отпустили через 10 часов? Арестовали, штраф. А, штраф, да? Да. Он получит, и пенсионер есть причем. Попрос для Дозинько. Вот здесь через 10 часов. Давайте с вами. Алексей Анатольевич, вот я с вами во всем согласна. Вы понимаете, вот наше поколение, ну, как называют, вата, хотя вы противники этого слова. Ну, вы возьмите, вот во время войны, почему народ, даже с детками на руках, шли в газовые камеры? Все боялись. Даже если бы все побежали, кто-никто жив бы остался. При Сталине тоже прямо в этот ГУЛАГ. И военно-начальники, ну, вообще, великие такие люди. И все шли бы в этот ГУЛАГ. Никто против это. При этом, как его, Прибрежневе и Хрущеве нас заставляли насильно. Кстати, сейчас, 22 апреля, вот как раз выходили в этот день на коммунистические ходники. Тоже насильно заставляли. Никто против ничего не говорил. Нет. И сейчас, видите, к вашим танкам, этих, кто жают в тюрьму. Все. Много и двух. Как вас зовут? Наталья Ивановна. Наталья Ивановна. Вы правы. Но давайте тоже, честно скажем, что сейчас все-таки не сталинские времена. Вряд ли во времена Сталина я бы здесь выступал бы. Я бы сам бы уехал бы в Нерехту, да? Очень быстро. Если бы я попытался такие во времена, во время Андрофова или Брежнева провести. Правда заключается в том, что действительно, этот режим запугивает людей, но не массовыми репрессиями. Ну, смотрите, вы вышли. У вас митинг был разрешен или нет? Нет. Незаконно запрещен. Назовем это так, да? Одного человека задержали, одного человека оштрафовали. На самом деле, с большими группами людей эта власть не может сделать ничего. Все равно страшно. Да я согласен. Ну, неприятно. Я вроде опытный человек. Когда меня в полицию забирают, все равно волокуют. Но никакого удовольствия я не испытываю. Я понимаю отлично. Но нужно отдавать себе отчет, что сейчас эта власть, она не может сколько-нибудь крупной группы людей как-то репрессировать или наказывать. Ну, посмотрите, разговоров было перед 26-м числом. Всех разгоним. А где реально разогнали? В Москве административные аренды 87 человек. Из тысяч задержанных. Да, безусловно. Сейчас, я так понимаю, 4 человека там уголовные дела возбудили. За каждого из этих людей мы будем бороться и их отбивать. Но уголовные дела, они возбуждают и так. Нас каждую неделю возбуждают против какого-то блогера. Против того, кто-то там что-то залайкал или перепостил. Но это репрессии. Единицы для того, чтобы запугать всех. Нужно отдавать себе отчет, что сколько здесь вышло 26-го числа человек? 400. Да нет. Было, было. Давайте минимальные оценки. Минимальные оценки. Пусть возьмем минимальные оценки. 200. Вот 200 человек вышло, они одного штрафовали. Это все, что они могут сделать. Да потому, что вся эта полиция и вся нацгвардия и все остальные, они точно так же за нас. Послушайте, они, у них более промыты мозги. У них еще сильнее вот эта вся тема, что ничего изменить нельзя. Но вы с ними поговорите, я с ними разговариваю, они меня как задерживают, так мы начинаем обсуждать суровую жизнь полицейских. Полную лишений. Зарплата крохотная, живем в общаге, квартира нам не светит, перспектив никаких нету, никуда ты не пробьешься, если у тебя нет блата. Все то же самое. Я не могу купить ребенку вещей, жена меня пилит, потому что я не могу ее купить пальто, поехать мы никуда не могли, значит, в Крым ехать дорого, хотел съездить в Турцию, а сейчас в Турцию полиции ездить запретили. Это такие же люди, и поэтому вата, не вата, многие боятся. Это естественное чувство человека, опасение самосохранения. Но нужно рассуждать рационально. Они, этот режим настолько неэффективен, что они, в общем-то, даже и репрессировать эффективно никого не могут. И в этом плюс. Вопрос там сзади. Хотел спросить, еще когда будет, ну, предположим, что вы уже стали президентом. И у нас получается такой казус с образованием, что детей, которые, первоклассники, которым, как правило, ставят гиперактивность, их начинают пичкать таблетки, чтобы они успокаивали. Одиннадцатиклассники просто рвут головы во время сдачи ЕГЭ, когда даже сами преподаватели в состоянии ответят на мои вопросы. Сейчас же, например, для того, чтобы поступить в университет, тоже слишком большой вопрос, потому что количество платных, бесплатных местам примерно 20 в 100. Как решать нагрузку на школьников и на студентов? Как решать этот вопрос? Ну, мне кажется, вы все-таки немножко сгустили краски, а какой-то 1984 вы описали. Но! На самом деле, у меня дети учатся в школе. И я когда поднимаю рюкзак своего девятилетнего Захара, я просто не понимаю, как он его тащит. Нагрузка огромная, и эта нагрузка, она и не ведет повышение качества образования. Увы, мы видим, что если раньше советские, российские школьники были главные по математике, уже давно это не так. У нас что сейчас? Южная Корея? Какие страны там еще? Корея, Китая. Программисты? Программисты у нас самые лучшие. Самые лучшие. Все еще, к счастью. Но мы видим, что постепенно у нас падает образование в естественной сфере. И вы, конечно, не смытесь надо мной, но одна из причин о бессмысливании системы образования та же самая коррупция. Почему? В каких регионах самые высокие оценки по ЕГЭ? Китая. Дагестан, Чечня. Ну вот, получается, Дагестан и Чечня там далеко, но поскольку система абсолютно коррумпированная, это делает бессмысленным ЕГЭ во всей остальной стране. Потому что не может Костромской школьник никогда конкурировать с теми, кто получает высший балл в Дагестане. И получается, ну хрена мы тогда с этим ЕГЭ бегом. Я, в общем, в целом поддерживаю. Но оно бессмысленное вот в этом виде, в котором оно есть, потому что в двух крупных республиках полностью результаты фабрикуются. Я считаю, что Россия просто нуждается в том, чтобы перенимать лучшие практики образования. Возможно, в скандинавских странах. И самое главное, Россия нуждается в дофинансировании образования. Что бы мы там внутри бы не сделали, давайте посмотрим, сколько в процентах КВВП мы выделяем на образование. Это крохи. Это просто смешное количество денег по сравнению с любой развитой страной. За эти деньги мы никогда не сделаем ничего нормального. И поэтому это один из приоритетов нашей программы. Больше денег в здравоохранении и образовании, и мы сэкономим лучше на военно-полицейском бюджете. Вопрос. Алексей, у меня такой вопрос. Проходит год, выборы, все хорошо. Вы там за этот год на куске мылого, ванны сейчас не подскользнулись, становитесь президентом, все счастливы. Вы понимаете, что перед вами будет? Вы сказали, вся система прогнила. Нужно будет всех сажать. Все уровни. Да, правильно я понимаю? Все чистить. Они все повязаны, они все все знают. Давайте разведем эти две вещи. Правильно, система абсолютно прогнила. Правильно, система работает на основе коррупции долгие годы. Но очистить и всех посадить это все-таки разные вещи. Мы хотим всех посадить. Мы хотим посадить многих за то, что их нужно посадить. Тех людей, которые похитили миллиарды, тех людей, которые пытали и мучили других людей, безусловно, их нужно привлечь к ответственности. Но вы знаете, например, у нас, наш фонд борьбы с коррупцией организация такая злопамятная, мы всех записываем. У нас есть черный блокнот так называемый, где мы записываем тех чиновников, которые нужно привлечь к уголовной ответственности. У нас там, по-моему, 600 фамилий сейчас. Это те люди, которые фабриковали уголовные дела и вроде бы их много, но начнешь считать, 600 человек. Безусловно, они все отправятся с камином подсудимых. Но кто у нас самый главный фабрикатор выборов в России? Учителя. Учителя. Но это же не означает, что мы должны завтра посадить десятки тысяч учителей. Нет. Система прогнила, но она будет восстанавливаться, если на верхушке. Вот нужно пересажать всех на верхушке, верхушку заменить и посылать правильные сигналы. Люди привыкают ко всему. С коррупцией эффективно боролись в Чили. Эффективно борются в Китае менее эффективно что-то происходит. В Грузии, в Прибалтике очень мало уже осталось коррупции, хотя люди из этой же системы вышли. Посмотрите, в Гонконге основной Китай. Вот в основном Китае много коррупции, в Гонконге почти нет, хотя те же самые китайцы сидят. Поэтому и в России мы все наладим и изменим, и люди будут жить по новым правилам, если они увидят, что власти живет по новым правилам. Потому что ну как мы хотя бы теоретически убедим преподавателя не брать взятку? Или какой-нибудь замглавы отдела потребительского рынка Костромской администрации убедим не брать взятку, когда в 40 километрах отсюда в городе Плес находится имение Медведева за 20 миллиардов рублей. Ну он знает это отлично. И он понимает, что с Медведевым ничего не случается. Они крадут миллиардами. Это нормально, если я здесь буду тоже какой-то там шахер-махер устраивать. Но когда они увидят, что президент и его правительство это нормальные люди и что есть реальная борьба с коррупцией, он тоже будет действовать нормально. Потому что коррупция это в целом небезопасно. Они хотели бы все жить без коррупции, особенно если мы можем платить нормальные зарплаты, а мы можем платить, даже при нынешней цене на нефть, и это большой плюс, мы можем платить всем довольно хорошие старпанка. Вопрос. В будущей компании расскажите, пожалуйста, о вашей будущей компании хотя бы контуры какие-то есть, наметки, наброски? Часто задаваемый вопрос, на который я не отвечаю. Почему? Потому что год еще компаний хередит. Я к вам сюда еще приеду два или три раза. И по логике развития компании рассказывать о кадровых назначениях нужен уже ближе к финалу. Потому что сейчас ты расскажешь об этом, а потом что я приеду? Безусловно, у нас сильная команда, мы работаем с разными людьми и строим разные комбинации, смотрим, кто может сработаться и кто не может сработаться. Возрастной эспирателем ждет какая-то информация. Я понимаю, и мы такую информацию конечно дадим, но уже ближе к выбору самим. Давайте там вопрос. Мне бы хотелось узнать ваше отношение к другой, какой должна быть армия в России. Возможно, вопрос был на сайте, но, вот я его проглядил. То есть, должна ли нам быть по призывам? Потому что, вот если разница, к вопросу об образовании, многие молодые люди идут в университеты не потому, чтобы обучиться, а просто, чтобы откосить. Правильно. А кому здесь теоретически сметить службу в армии? Значит, этот вопрос интересует много. Смотрите, мое глубокое убеждение, основанное на анализе мировой ситуации и того, как происходит в других странах, основанное на анализе бюджета, говорит о том, что Россия может позволить себе контрактную армию и она должна перейти на контрактную армию. Вот скажи себе, пожалуйста, те, кто может попасть в армию, поднимите руки те, кто считает полезной службой. Срочной или вообще? Срочной. Гораздо меньше людей. Почему? Потому что, несмотря на то, что в теории срочная служба в армии это такая хорошая вещь школа жизни, на практике призыв в России «Никто же служить, идти не хочет» превратился в налог на бедных. Опять же, из каких регионов не идут служить? В Костроме все те же. В Костроме довольно большой. Не идут служить в Чечне, нет призыва до сих пор. И из Москвы не идут служить. Почему не идут служить из Москвы? Вы мне скажите. Денег много. Откупаются. Служить у нас в основном идут из бедных регионов, из села, деревень. То есть люди, семьи которых и так не богатые, вместо того, чтобы работать, помогать своим родителям, зарабатывать себе, их забирают на год и они занимаются там непонятно чем и даже не получают никакой школы жизни. Поэтому я считаю, что сейчас нужно перейти на армия. Это продвинутая армия. Посмотрите, что такое армия сейчас. Сложные обороны. Это дроны, это электроника везде. Даже люди, которые служат там в пехоте. Снайпер. Обучение снайпера стоит миллион долларов. Упускать, потому что он не контрактная армия. И Россия может себе уволить. И нужно прекратить облагать налогами бедных людей. Давайте с этой стороны. как спасти малый бизнес в программе. У нас в программе про это записано прямо наше первое предложение. Малый бизнес и в первую очередь ИПшники. Здесь есть кто-нибудь в той индиантеатре предприниматель? Довольно много. Мы считаем, что их нужно вообще освободить от любых налогов и самое главное от любого регулирования. Потому что если мы посмотрим бюджет, мы увидим, что ИП и малые бизнесы они все равно платят налогов реально очень мало. С точки зрения государства это почти ничего. Но зато каждый ИПшник, каждый малый бизнес я сам ИП оформил. Отчет нужно сдавать. А бухгалтерскую компанию на аутсорсинг нужно привлечь, чтобы эти отчеты сдать. Какие-то разрешения ты получаешь, что-то делаешь. Я считаю, что малый бизнес сейчас в России это способ людей прокормить себя, прокормить свои семьи. Задача, которую президент Навальный сдает перед малым бизнесменом. Обогащайся, плати нормальные зарплаты своим людям, содержи свою семью, трать деньги. Вот что мы видим, вот что должен делать малый бизнес прямо сейчас. У нас пытаются из этого малого бизнеса что-то извлечь. При этом при всем, извините, что я так долго отвечаю на этот вопрос, но просто вообще характеризует экономическую ситуацию. У нас официально 84% экономики контролируют государство. И они этому государству все время что-то помогают, дают какие-то льготы, какие-то отсрочки. А у этих несчастных оставшихся 16 частных процентов не из них выжимать. А выжимать уже нечего. Поэтому я считаю, что нужно деньги собирать у госперпораций, у тех, кто тратит 25 триллионов каждый год на закупки. Вот там нужно деньги собирать, а малый бизнес это просто для того, чтобы люди жили нормально. То есть освободить от налогов это освободить от администрирования. Вы имеете указал Грудинина, вот их все... Я с ними безусловно контактирую. Они же... Ну, то есть многие вещи из того, что я говорю, они созвучны. Насколько я понимаю, они довольно сильно симпатизируют наши компании, но, во-первых, они многие исторически с коммунистами просто работают, да? А во-вторых, они, ну, пока немножко опасаются. Как и любые бизнесмены, они думают, ну, как же так, мы поддержим Навального и наш форум разгонят. Но, безусловно, по сути, конечно, это наши союзники, по сути, конечно, мы с ними вместе работаем и будем работать и мы с многими экономистами, которые есть там, неформально давно уже работаем. Да, конечно. Да. У меня два крупных вопроса. Первый. Как вы считаете, сколько вас допустят до выборов? Второй. Есть ли какой-нибудь план, если власти допустят? Вопрос, повторю громче. Сколько, как вы считаете, какая вероятность того, что вас допустят до выборов, если какой-то план, если не допустят на выборы? Хороший вопрос. Значит, допустят или не допустят до выборов, это исключительно зависит от нашей работы. Это не зависит от процентов, вероятности. Я не политолог, чтобы это считать. Когда я шел на московские выборы, было понятно, что меня не допустят. Муниципальный фильтр пройти невозможно. Но мы сразу просто взяли и открыли штаб. Мы начали проводить кубы. Мы вовлекли в агитационную машину сразу там десятки тысяч человек. И власть поняла, что невозможно не допустить. Просто москвичи это не примут никак. Ровно для этого этот штаб мы и открыли. Задача нас всех, помимо технической задачи собрать подписи, задача сделать так, чтобы все население страны, все население Костромской области сказало, что ну, ребят, нельзя не пустить Навального на выбор. Зарегистрировать его нужно обязательно. Мы проводим же соцопросы и мы видим, что даже сторонники Путина считают, что должна быть конкуренция. Считают, что должна быть оппозиция. Поэтому даже многие с той стороны они не понимают, набирают процентов. Нет, давайте пустим любых кандидатов и пусть они участвуют в выборах. Поэтому я не оцениваю вероятность. Я считаю, что если мы будем нормально работать, а мы будем нормально работать, у меня, нас, гарантированно зарегистрировать. это первое. А второй план Б. Его нет. В тот момент, когда мы с вами составим здесь план Б, ну, я скажу, ну, ребят, план Б какой может быть? Давайте сделаем так. Мы тут классно работаем, распространяем листовки, упахиваемся. Ну, если меня не зарегистрируют, мы поддержим Явлинского. Вас устраивает такой вариант? Нет. Хорошо, мы работаем, классно все делаем, а потом поддерживаем Зюганова. Он устраивает такой вариант? Нет. Жирика, может, поддержим? Нет. Ну, я не знаю, как его, Миронова поддержит. А вот еще Прохорова зарегистрировать, Прохорова поддержим. Как только мы на полном серьезе начнем это обсуждать, Кремль моментом и поставить нам шлагбаум, и останется только план Б. Как только они поймут, что мы на самом деле примерно прикинули, что он, конечно, нас не допустит, но мы тогда сделаем хитрую политтехнологическую комбинацию. Значит, политтехнологической комбинации? Нет. Мы здесь занимаемся политикой. Ну, вы же, вы роботы или реальные люди? Реальные люди. У вас есть право выдвигать своих кандидатов. Есть. Спасибо за то, что вы поддержите меня сейчас. Я ваш кандидат. Раз у нас есть это право, мы просто прям напролом без всяких планов Б. Вот, в общем-то, весь наш нехитрый план. Догонку вопрос. Что? Догонку. Давайте, догонку. Смотрите, вас допускают на выборы, но выборы-то сами нечестные. Учителя голосуют по указке, армия вся. Вот у меня муж служил, их прямо берут всю роту и идут голосовать за какого-то человека. И говоря про то, что Северо-Кавказские республики. Это да. Как вы думаете, вы мне сейчас что-то новое рассказали? Я отдаю себе отчет, безусловно. У нас с вами есть три самые грандиозные задачи. Добиться регистрации, добиться победы и еще не дать украсть эту победу. Я отлично знаю, как делаются выборы в России. Я отлично понимаю, что особенно сейчас, на семнадцатом году, у них нет ни одного шанса честно выиграть нигде и никогда. Только мухлеж. Фальсификация, уже даже телевизор не работает. Поэтому будут ли они фальсифицировать? Конечно, да. Можем ли мы придумать что-то более оригинальное, чем на самом деле поставить огромное количество настоящих наблюдателей? Нет. И мы это и будем делать. Вот муж ваш идет, это же все равно тайное голосование. Офицер, я из семьи военного, я видел эти голосования. Там же ты не показываешь, кому голосовать, да? Там просто говорят, ну и так, все собираемся, идем голосовать за Путина. Но если там есть человек, который говорит, ребят, ну что, кто-то проголосует за Путина, а мы давайте подумаем, потому что посмотрите на программу Навального. И военные части, и Северный Кавказ. Вы не представляете, сколько там обращений из Дагестана и даже из Чечни. Огромное количество. Там те же самые проблемы. Мы натренируем наблюдателей, супернаблюдателей. Как знаете, вот в комиксах их кусает кто-то, и они прямо становятся супергероями. Вот здесь мы друг друга покусаем, чтобы стать супергероями, потому что, давайте правду скажем сами себе, ни на одной избирательной кампании большой, ни на одной значимой президентской кампании на самом деле никто не отправлял сто тысяч настоящих наблюдателей. Даже самые крупные партии, типа КПРФ, они в основном свою квоту дают местной власти, и она заполняет этих наблюдателей своими. Мы сделаем все по-настоящему первый раз за всю новую историю России. Вот с 96-го года выборы шли всегда по одной колее, а мы с этой колеи свернули, и даже уже не пешком идем, а построили довольно неплохой какой-то вездеходик. Это станет огромным ледоколом ближе к избирательной кампании, и этот ледокол, даже не скажу, что все снесет, там сносить нечего. Это пустота. Мы увлечем за собой людей, мы все сможем доказать, и на выборах. Но рано или поздно, должна же рухнуть система фальсификации? Должна. Давайте сделаем так, чтобы она рухнула в 18-м году. Я что-то не вижу энтузиазма на вашем лице. Делаем. Как-то нужно. Вопрос в начале штаба должен покусать всех, чтобы все радовались. Друзья мои, самое главное, верить в свои силы. Вот не веря, а ощущение, ложное ощущение того, что они большие и крутые, а мы маленькие и несчастные, оно абсолютно неправильно. Ну, посмотрите на нас, и посмотрите на них. Извини, что я снова тебе показываю. Ничего нету, кроме вранья, мелких манипуляций, подкупа. У них уже даже на подкуп сейчас почти не осталось. Поэтому давайте остановимся в этой избирательной кампании. Давайте убеждаем людей вокруг. Будем вернуть с удивлением по сторонам и думать, что вы все сделали. Мы обязательно сделаем. Спасибо большое. Нам нужно двигаться в Ярославль. Вам спасибо. Алексей.